Всем доброго времени суток, мои дорогие. У меня девчонки пошли в школу, я на хозяйстве. Луна, заходи, заходи. Не хочешь? На улицу ходишь? Дайте, посидай. Куда, Луна? Нельзя. Ты на улицу? Нельзя на улицу. Девочки пошли, она прям за ними. Мне очень нравятся, девочки, мальчики, как я наклеила эту гардину. Здесь у меня еще нет пока времени вот так вот обрезать. Аккуратненько оно еще, видите, тут так. Но оно очень классно, не мешает. Красиво, жорно. Всем доброго времени суток, мои друзья. Я с утра отправила девочек в школу и занялась обоями. Вы знаете, мне в принципе нравится. Можно эту всю стену обклеить, пустить сюда, это страшно, все заклеить этими белыми обоями. А вот эту стену, тут уже можно что-то придумать другое, то есть какую-то комбинацию сделать, но тоже из белых. Потому что мне хочется все, чтобы было бело-белым. Белым-бело. Будешь на улицу, пока я пойду в магазин, поняла? Смотри, какая погода хорошая. Погуляешь тут. Плюс десять. Смотри, как хорошо. Будешь пока охранять. Охранник ты мой. Как раз и белье подсохнет. Уже высохло все. Сходила в магазин рядом. Взяла в Сулугуне. Два распушеки для теста, две пачки дрожжей и два хлеба. Смотрите, как хорошо смотрятся белые обои. Не знаю, кому как, мне нравится. Я буду продолжать. Я решила полностью эту стенку сделать белой. А здесь уже, наверное, закажу все-таки обои жидкие. И вот вся эта стена, она у меня достаточно длинная. Она будет у меня с жидкими обоями обделана, поклеена или намазана, как правильно сказать. В общем, уночка отдыхает. Отдыхает зайчик. Так, немного освежаю. Румяная такая получилась опеканочка. Классная. Я уже отрисовала косточку. И думаю, друзья, пешком, без машины, это вообще для меня сходить куда-то теперь в магазин, это целая проблема. Но я иду. У нас около четырех часов. Выслали мне подарочек. Девушка одна. Я иду на новую почту за посылочкой. Покажу обязательно. На улице тепло. Но тем не менее, вот это идти, а не ехать. Кто водит машину, тот меня поймет. Настенька сегодня пошла на пение. Я раньше ее возила в музыкальную школу на бокал. Но так как у нас уже два года перерыв, восстанавливаться надо. А это сейчас очень сложно. Она пошла у нас на пение. Я очень рада, довольна. Пришла со школы. Во-первых, сама пошла. Попросилась. Пришла довольна. Говорит, ой, мы там пели уже и песню какую-то выучила. В общем, что ребенку надо. Главное, чтобы куда-то ходить. Будет теперь на рисование, на малювание. И на спивы, на пение. Иду с посылочкой. Вот зашла еще в магазин. Купила яблок. Лук был такой огромный. Выбрала немного себе помельче. Надо будет ехать все-таки в большой магазин. Супермаркет какой-то не годится. Лунки сядут. Видно меня? Да. Ну, посмотри, как меня видно. Вот так макушка? Да, ровно макушка. А Лунка видна? Да. Как мы с ней хорошо смотримся? Да, мы с Лункой. В общем, мы с Лункой. Куда ты пошла? Нет. Луна, вернись. Привет, мои дорогие. Привет, мои хорошие. Еще раз. Я думала, ты будешь со мной. Давайте посадим. Сегодня мне выслала одна девушка в подарок. Ее зовут Соломеля. В общем, это мыло. Бомбочки для ванн. Скрабики. В общем, все то, что я очень-очень люблю. Запахи безумные. Безумно такие дорогие и очень приятные. Даже вот как будто, знаете, вот заходишь сразу и будто я в каком-то дорогом салоне. Им очень нравится мне запах. В общем, я безумно счастлива. Я буду опять коллекционировать мыло. Я думала, коллекционировать или нет, но теперь точно буду. Сохраню. Я уже решила даже, какое мыло. Каким я буду пользоваться. Я уже тоже решила. Какое я себе положу в коллекцию, я вам покажу. Я вам сначала покажу, какое это мыло. Как оно сделано. У меня такое ощущение, что есть люди с золотыми ручками. Вот правда, я не знаю. Мне, наверное, это не дано. Просто вот как можно сделать вот эту шикарнейшую розу. Просто каждый лепесточек. Все так сделано, как будто это настоящий цветок. Я хочу сохранить это мыло. Пользоваться им не буду. Я его оставлю себе в коллекцию. Затем, затем эта бомбочка для ванны. Это, конечно, перебили меня немножко дети. Так, и я вам показывала эту бомбочку для ванн. Конечно же, мы ее попробуем. Когда наберем ванну. Не знаю, для кого будет такая ванна ароматная. Ну, наверное, все-таки для мамы, да? Она тоже должна себя баловать, любить их. Я думаю, что дети не будут капризничать, да? Уже не маленькие. Мне хватит. Спасибо. Я хватит, и заберем ванну. Спасибо огромное салоние за такие прекрасные мне подарки. Идем. Я на бомбочке. Я на бомбочке. Мама, я на бомбочке. Хорошо. Спасибо, Настун. Вот. Так, это красиво. Запахи безумно. Запахи безумно. Красиво. 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 Да. Ой, какой. Это покажу на стуле. Настуга еще просто не видела подарки. Вот это мыло тоже оставлю в коллекции. Будет беленькое у меня было. Вот это роза. Это тоже. Вот представьте, каждый лепесточек, это все надо... Это ручная работа? Да, это ручная работа. Это все искусно сделано. Я же говорю, что есть вот люди с золотыми руками. Вот просто золотые ручки я называю. Потому что по-другому это никак не сказать. Вот эта маленькая мылка, тоже маленькая розочка, тоже оставлю у себя в коллекции и буду собирать. У меня уже есть, кстати, мыло. Вот. Такое простое. Что такое? Вот такое простое мыло. Но я вот начну именно коллекцию с этого мыла. Потому что там полечка у меня то мыло именно распаковала. У меня пять кусочков с Испанией есть, память. Я вот это тоже оставлю в Соломиле. Память себе буду коллекционировать. Потом покажу, конечно, свою коллекцию. Вот поеду, допустим, в Миркар, да, куплю там себе мыло. Это потихоньку-потихоньку будет вертопина для ванной. Срывай. Запах идут для ванны. Как это вертопин? Тут написано. Подносишь струю воды, оно разбивает и пена сразу вот так образуется. Очень такая ванна будет ароматная. И ты хочешь ее поделить? Посмотрим просто. Посмотрим. Так, пусть пока тут Мунка опять вернулась в это место. А то сначала убежала, а перепугалась. Это главная участница в кадрах. Ой, какая красота. Тоже бомбочка для ванны. Ммм, это что вам нравится, то, что вы любите. А, то есть тут одна бомбочка для ванны. А еще одна. Так, сейчас посмотрим. И это мыло из скрабика еще. Раз, бомбочка. Это можно каждому? Хорошо, я вам тоже дам бомбочку для ванны. Спасибо огромное Соломилюшке. Спасибо за такие классные подарки. А это скрабики. И скрабики для лица. Это мне для Сымера. Это для тела. Да, да, для тела. Для тела отлично. Класс. Это я для Сымера попробую немножко испугать. Потом уже для себя, конечно. Мылка. Тоже классное вот это мыло. Вот это мы потом его как-то используем. Вот это мы его используем. Вот эти три роза вставлю уже для коллекции. Вот. Такие вот у меня подарочки. Благодарю еще раз Соломилюшку. Спасибо. Но она может быть не смотрит этот канал «Семья под Полтавой». потому что она высылала мне на СМР. Вот такой вот подарок. У нее есть Инстаграм. Можете зайти ко мне в Инстаграм. Там я выставила историю. Вернее Поле. Я не особо Инстаграмом умею пользоваться. Я говорю, Полечка, выставь из тела как-то. Помоги мне. Вот. Я как такой в Ютубе все как бы так вот знаю, понимаю. Вот. И кто хочется касать, кто с Украины. Потому что она с Украины. Она не сможет, наверное, выслать там куда-то в другую страну. А вот в Украине она может вызвать воину. Но я не особо понимаю. Может, и можно куда-то высылать в другие страны. Но... Она в этом не разбирается. Да. Я в этом особо не разбираюсь. Ох, какие ручки красивые. Я оставлю название ее Инстаграма. Название ее Инстаграма. Слово, короче, видео можно написать. В описании под этим видео. Слово или так? Или где? Название камень вообще. Видео с руками. Я в описании под этим видео оставлю название ее Инстаграма. У нее там все вот эти вот как бы мыло, бомбочки. Все своими руками сделано. У нее такой вот... Это она своими руками все делает? Да. А ты что думала? Это все руками сделано? Так. Так что прочная работа это очень-очень ценно. И если вы хотите кому-то сделать подарок, то это самая толку. Тем более сейчас будут праздники. Может быть, к 8 марта. К 8 березня кто-то захочет заказать. То, пожалуйста, пишите. Вот. Солонежка. Будет рада. Вот. Так. Ну, что я сегодня делала? Я сегодня доклеила, значит, сюда полосочку. И я клеила обои вчера. Они разгладились. Да. Я решила продолжить. В общем, мне вроде как понравилось. Вроде неплохо. 4 рулона я посчитала сюда до конца хватит. И вот здесь, да, полка хватит. Да. Я так посмотрела. Вроде бы, да. Сюда, конечно же, надо заказывать что-то. Такие обои не пойдут сюда. Должна быть такая гладкая стена. Закажу жидкие обои. Да ну опять. Ты что шутишь? Не наруно. Ну, жидкие обои, они не боятся ни сырости, ни жары, ни плеси. Где у нас сырость и жара у нас? Не, вообще, я тебе говорю, ты посмотри в коридоре, они как свежие стоят. Как только-только я их нанесла. Ты как с этими обоями тоже смотришь? Ну, я люблю жидкие обои. Поля, ну что такое? Мы всегда команду этой стены показывают. Я команду, я в порядке. Я не пойму, а что ты хочешь? Ну, хорошо, что ты хочешь на эту стену? Обои. Никакие. Обычные. Обычные, они не будут так смотреться. А мы же стык в стык, которые потом расходятся. Что-то, не помнишь, мы клеили? Стык в стык, вот такие же самые белые обои у тебя были в спальне. Вот так мы их старались наклеить. Они потом, стена высыхает, и они вот так стараются разойтись. И кое-где вот так оно было. А, да. Это разограды. Белые, да? Стык в стык. Да. Белые? Белые были вот такие жарные. Я про жидкие говорю. Ты был не белые? Жидкие, им вообще ничего не будет. Вот они будут стоять 10 лет, они как много. Ну, какого цвета? А, белые хоть, не черные. Белого цвета. А может, тешевые? Нет. Ну, белые, белые. Постараемся. И жидкие обои их можно красить любой водоэмульсионкой. В общем, командиров хватает. Я не командир. Просто садись, я наберёшь обои. Ну, жидкие обои, ты понимаешь, это... Вот, допустим, мы поклеили жидкие обои, ты посмотри на них и посмотри на бумагу. Что лучше выглядит? Ну, да. Жень, как по мне, лучше с водой шпаклёвкой. Ну, шпаклёвка для шпаклёвки, надо выравнивать стены. Чтобы выравнять стены, надо... И на промои так сильно видно? Конечно. Обои и, допустим, вот как плею я, да? Ну, там ладно ещё. А если я буду делать штукатурку, то, извини, я такое наделаю. Я, кстати, попробую штукатурку сделать именно на грубе. Там я смотрела в ютубе очень много разных вариантов. Можно под кирпичик, но я решила сделать вот такую имитацию, называется карта. Да. Вот так вот делаешь, в общем, наносишь штукатурочку. А потом вот так делаешь. Там или пакет берешь, или там, ну, классный способ, да? Чуть-чуть оно подсыхает, и вот так вот стираешь, и образуется вот такой вот рисунок. У тебя фантазия играет хорошо. Покуситься придётся, конечно. Вот. Ну, ничего. Оно не потрескнет, типа, если там будет накаляться? Так я бы там не подумала. Я бы хотела сказать, я думала, ты всё предусмотрела. Ну, я думаю, что не будет так трескаться, а уж не до такой степени накаляется. Но если даже что-то будет трескаться, то это легко устранить. Во-первых, штукатурка будет очень тонким слоем нанесена. А, ну и... Очень тоненько. А, ну, не можно потрескать. Ну, стучка, ну, не надо этого делать. Так, вы руки поделали. Я, у меня остался один урок, а Поля, ничего не сделала. Поля, почему не сделала? Я занимаюсь важными делами. Какими? А-а-а, вам женщина не поняла. Да, нормально, говорит женщина. Смотрите, смотрите, какой пупсик. Ой, дуй, дуй, дуй. Ладно, сейчас дуй. Так, иди, делай уроки. Да, иди. Мне ещё надо посмотреть, что там. Веди стык. Да, заходи, посмотри на стыня. Ты взяла на код на щуден. Оль, я забрю. Эти электрон на щуден где-то меньше. Хорошо, что Настенька ведёт ещё этот. Вот обычный, да не может. Да, это нормально, потому что эти электронные, их непонятно. Бред, они так полагают, а то, что не хранят. Смотрите, какая ручная работа. Запахи вообще. Мне очень понравилось. В общем, так, поближе вам покажу. Вот это мыло будет в коллекции. Это мыло. Это. Это скрабик, конечно, я буду уже применять. Это мыло я возьму. Буду пользоваться. И вот эти бомбочки для вам тоже буду использовать. Так что коллекция моя пополняется. Вернее, начинается. И буду коллекционировать. Всё, мои друзья. Буду заканчивать это видео. Подписывайтесь. Кто не подписался, ставьте лайки. Пишите комментарии. Жду ваши комментарии. Ещё хотела по поводу комментариев сказать. Сегодня на меня обиделась одна моя подписчица, которая мне написала. Я не поставила сердечко. Она мне ответила, что я вам и советую, и то, и то, и то. Вы не обращайте на меня никакого внимания. Я извинилась. Попросила прощения. И прошу прощения у тех, кто, может быть, не получает от меня сердечки. Потому что, смотрите, я, допустим, 100-200 комментариев. Я не могу сесть и просто каждому, читая их, вставить. Я, допустим, чем-то занимаюсь. Потом беру телефон. Ой, закашлялась, простите. Значит, беру телефон, читаю 3-4-5 комментариев, ставлю сердечки, не ставлю сердечки. То есть я не могу всем прям поставить сердечки или лайки. Прочитать все комментарии тоже иногда не могу. Потому что я пошла там что-то делать. Потом опять взяла телефон. Ага, выскочили комментарии, я там прочитала. И там поставила, не поставила. Может, забыла, кому поставить. Дело в том, что чем больше комментариев, тем не успеваешь их все читать. Но я стараюсь. Я все равно там вечером, там, я прочитываю комментарии. Поставила, не поставила, не обижайтесь. Все равно пишите. Все, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok